Здравствуйте! Хочу немножко рассказать о своем опыте выращивания гиностемы. В этом видео не буду говорить о пользе растения, это можно узнать из многих источников в интернете. Возможно, сниму отдельное видео о приготовлении чаев из нее и так далее. Сейчас именно об уходах, агротехники, зимовка, что самое интересное, что многие вопросы задают, как же зимует она в наших средних широтах. Я нахожусь в Днепропетровской области. Подарил мне ее как-то мой знакомый. И первый же вопрос возник, как же будет зимовать растение. Читала много статей в интернете, смотрела видео. Вот хочу поделиться своим опытом. Гиностема это у нас лиана с довольно таким быстро нарастающим, разветвленным, ползучим корневищем. В наших условиях она не зимует. Вернее, она зимует, но при температуре не более минус 15, вернее не ниже, минус 15, не ниже минус 18 градусов. То есть в бесснежную зиму при перепадах температуры, у нас бывают же перепады больше 10 градусов суточные. Бесснежные зимы, она вымерзает. Было у меня, что зимовала она в открытом грунте, в полутени я ее садила. Но зима была снежная, но весной вылез один очень слабенький, слабенький побег все равно. И она разрослась. Хотя растение было укрыто снегом, она, конечно, быстро разрастается, но довольно все равно тяжело она перенесла зиму. Может быть в этом сезоне попробую еще. Возьму самое сильное растение, посажу в грунт, присыплю сухим листом и попробую еще раз, как она переживет. Вот, а сохраняю я ее, она у меня уже 2 года, сохраняю я ее в комнатных условиях и пробовала в подвале и на неотапливаемой веранде. На неотапливаемой веранде, вот она на данный момент, сейчас марк месяц, ну у нас конец марта, у нас март в этом году сложный, снежный. Она вот только-только сейчас стала просыпаться, когда в солнечные дни веранда прогревается. Горшочек был, просто горшочек, который я оборачивала просто газетой в несколько слоев. И таким образом она у меня там стояла, зимовала, прям на полу на веранде. То есть света там практически у нее не было. И вот только сейчас, вот когда уже солнечные деньки пошли, вот она начинает у меня прорастать. Вот это оставшиеся части растения, вот эти отсохшие, это прошлая надземная масса, которая высохла. Его можно обрезать, убрать эти все остатки. И вот маленькие уже попеки начинают у нее появляться. И параллельно у меня еще зимовал горшок с растением в комнатных условиях на окне южного направления. Здесь у меня нет возможности сделать более низкую температуру. Здесь у меня поддерживается температура где-то 15-18 градусов. То есть, ну, обычная умеренная комнатная температура. Рекомендуют, конечно, чуть ниже, чтобы она была для зимовки. Но у меня нет возможности здесь регулировать отопление. Поэтому зимовала она у меня так. С осени, когда дни достаточно сократились, вот я ее занесла по первым заморозкам уже в дом, в контейнере она у меня на улице целый сезон стояла, поставила. Она начала постепенно сбрасывать вегетативную часть. То есть, листья отмирали, стебли отсыхали. И потихоньку-потихоньку она практически сошла на нет. То есть, горшочек стоял у меня на южном окне в зимнее время. Вот этот вот горшок где-то приблизительно объемом 5 литров стоял на южном окне. Но вегетации практически всю зиму не было. Где-то в конце января день стал удлиняться. Периодически были солнечные дни. Соответственно, горшок, видимо, на окне прогревался солнцем. И вот она пошла в рост. Вот на сегодняшний момент, 30 марта, она нарастила уже вот такую вот вегетативную массу. Листинку поставила. Здесь несколько растений. Корень запутывает, весь объем горшка занимает. И на следующей зоне из одного растения мы получаем вот несколько растений. Вот здесь растения, здесь растения, там растения с той стороны. То есть, несколько растений, которые впоследствии можно поделить. При зимовке на веранде, не отапливая, мы тоже вот мы видим, что несколько вылазят растений, которые, когда я уже буду пересаживать, а пересаживать я буду, ну, может через недельки-две, я поделю эти растения по отдельным горшочкам. Основное растение, может поделю, может быть, просто перевалю в более, больший горшок для того, чтобы нарастить массу. И, возможно, я его рискну снова высадить в открытый грунт и посмотреть, как оно перезимует. Потому что главное для перезимовки хороший наращенный объем корневой системы. Располагаю я это растение на весь рационный сезон на солнышке, но с притенением вот именно в полуденные часы. То есть, солнышко захватывает с восточной стороны, солнышко захватывает с западной стороны. Выношу я в апреле-май, возвратных заморозков не боялась, скажу точно, только верхушки молодые побегов, там с маленькими такими вот листиками, которые совсем молоденькие, они немножко прижухали. Ну, это ей особо не вредило, она восстанавливалась, я обрезала это все, санитарную обрезку делала. И все, и растение довольно быстро-быстро наращивает массу. Полив в течение витационного периода регулярный, не заливать, ну и не пересушивать. Обрезка, в принципе, кроме как санитарная, никакой обрезки я не делала. То есть, вот я специально не обрезала, бывают вот такие вот сухие концы побегов, обрезаю до зеленой части, и таким образом, ну просто чтобы сохранять декоративность. Листики блестящие, но очень такие вот гофрированные, и имеют такие вот шерстинки на листиках, такие вот, не знаю, камера тут, наверное, не передает особо, есть такие немножко, как по всей листовой пластине шерстинки. Довольно декоративное растение, у меня оно завязывало черные плоды, хотя горшочек мне с растением был подарен всего один, но там просто было, ну корневище опутанное, возможно, там было просто посажено два растения. Поэтому, на мое удивление, цвело растение, и были маленькие черные плодики. Не со всех цветков образовались плодики, но были. Вот, возможно, вот это вот именно мое материнское растение, там как раз два, наверное, обоих полых, мужское и женское, и сидит в этом горшочке. То, что я уже отсаживала, это вот эти, которые у меня на Виланде зимовали. Здесь не могу точно сказать, потому что я их, ну как бы по виду я их не могу отличить, и брала просто кусочки корневища из основного горшка, отделяла, и они вот уже отдельно у меня разрастались. Удобрение. Удобрение, ну, пользовалось только универсальным и органического плана, вот по типу стимовиты вот у нас продаются на Украине. Почему органического? Потому что считаю ненужным использовать минеральные удобрения, особенно там в высоких концентрациях, для растений, которые вы впоследствии будете употреблять в пищу. Ну, это мое такое личное мнение, может кто-то поспорит, но вот я именно те растения, которые предназначены для потребления в пищу, я не использую минеральные удобрения. Либо, если использую, то использую на самых-самых начальных стадиях, когда они еще маленькие, до момента потребления в пищу пройдет достаточно времени. Использую органику, по типу вот роста концентрата, удобрения, вот такого плана, в небольшой дозировке, буквально в половине, которая дана на упаковке, растение в принципе до 100, если почва в горшке свежая, если плодородная, рыхлая, воздухопроницаемая, растение растет очень-очень быстро. Ну, в принципе, все. А, по размножению, по размножению. Самый-самый легкий, самый простой способ это деление корневища. Корневище нарастает активно, новые детки вот такие вот, как вот тут горшочки вылазят, тоже активно по краям прям вот образуются. Поэтому можно аккуратно, даже не вываливая растение полностью с горшка, можно аккуратненько подковырнуть, подкопнуть, вместе с корневой системой обрезать этот ползочий корешочек, вместе с маленькой вот этой деточкой, и отсадить в отдельный горшочек. Грунт бюро универсальный, нейтрального, нейтральной реакции. Вот. Полив, полив обильный в жару. Так, в принципе, умеренный, по мере просыхания в горшке верхнего слоя почвы. Ну, все. На этом, я думаю, все. Такое вот краткое описание. Наглядный, я думаю, пример по зимовке. Зимует еще, да, по подвалу. Зимует еще и в подвале, абсолютно без доступа света. Просто вот отмерла масса, в подвал занесли. Горшочек поливается при зимовке, вот что на веранде, что в подвале. Поливала буквально, ну, где-то раз в месяц, и то так буквально в крае горшка, для того, чтобы вот полностью ком, вот в котором содержится растение, полностью не пересыхал. То есть, какая-то минимальная влага в горшке сохранялась. Потому что, думаю, что если залить реально горшок, то корневища могут гнить. При, ну, там же холодном погребе у меня где-то плюс 2, плюс 4, вот так, градуса. На веранде вообще бывает минус. Ночной минус, минус 8 бывает, минус 10, это при условии, что, ну, на улице тоже минус. Вот. А днем, конечно, веранда прогревается. То есть, перепады там были, но растение, в принципе, в течение зимы не просыпалось. Вот проснулось оно только вот сейчас, в марте, и то это довольно поздно для него, потому что в том году у нас марк был теплый, и оно проснулось в конце февраля, начале марта. Ну, и все. На сегодня, я думаю, достаточно. Спасибо. 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 Спасибо.